В России будут введены жесткие ограничения для кальянов и электронных сигарет. Сейчас в ресторанах, барах, торговых центрах и аэропортах разрешено курить электронные сигареты и различные устройства для выпаривания смесей, в том числе никотиносодержащие. В Минздраве, Госдуме и Совете Федерации считают такой порядок недопустимым. В среду первое чтение в Нижней Палате Парламента прошел законопроект, который эти устройства приравнивает к обычным сигаретам и вводит штрафы за курение табака в запрещенных местах. Нестандартных курильщиков приравняют к стандартным. Фото. Гетти Аймаджис. Имеющиеся исследования показывают, что употребление несовершеннолетними, которые никогда не курили, электронных курительных изделий с использованием жидкости, содержащей никотин, не менее чем вдвое увеличивает вероятность того, что они начнут курить, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Минус. Запрет на курение распространят на вейпы, кальяны и электронные сигареты. Один из авторов законопроекта глава Комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский отметил, что люди, которые используют вейпы, должны понимать, что в их организм попадает пар, содержащий различные спирты и альдегиды. По его словам, в электронные сигареты можно вставить любые капсулы и после курения получить острое либо смертельное заболевание. Употребление вейпов, электронных сигарет и прочих новомодных изделий несет для здоровья человека не меньше рисков, чем обычное курение, заявил член Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко. В США по этой причине только в 2019 году умерли 20 человек, отметил он. Парламентарий напомнил, что недавно по стране прокатилась волна отравления от веществ, содержащих большое количество никотина. Герасименко также заявил, что в картриджах электронных сигарет могут содержаться вещества даже более опасные, чем в обычных сигаретах. К тому же, если на пачке сигарет написано, сколько никотина, сколько смол, сколько там бензола и так далее, то в картриджах электронных сигарет вообще ничего нет, добавил он. Так называемые симуляторы курения вовсе не уменьшают риск заболеваний, связанных с курением табака, подтвердил опасения зампредкомитета Госдумы по охране здоровья Леонид Аголь. По мнению парламентария, бесконтрольный оборот заменителей сигарет пора прекратить, как и их продажу несовершеннолетним. В электронные сигареты можно вставить любые капсулы и после курения получить острое либо смертельное заболевание. Законопроектам предлагается ввести определение понятий электронное курительное изделие и кальян. А также приравнять их к обычным сигаретам с точки зрения ограничений на потребление и продажу. Штраф для нестандартных курильщиков составит от 500 до 1 тысяч рублей. Сейчас именно такие же санкции действуют и в отношении обычных табачных изделий. Если нарушение замечено на детской площадке, то придется заплатить от 2 до 3 тысяч рублей. Наказание за несоблюдение ограничений в сфере торговли электронными сигаретами тоже будет таким же, как и для обычной табачной продукции. Штраф для граждан составит от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц от 30 до 50 тысяч рублей. Кроме того, предъявляются требования к демонстрации электронных курительных изделий в аудиовизуальных произведениях, предназначенных для детей и взрослых. Проект поддержало Министерство здравоохранения, отметив в своем заключении, что курение кальяна может спровоцировать распространение инфекции, а вейпы способствуют возникновению проблем с сердцем, мнение. В конце ноября правительство утвердило новую антитабачную концепцию. Согласно этому документу будет выстраиваться государственная политика противодействия потреблению табака и других продуктов, содержащих никотин. Принципиально важным в этом фундаментальном документе является то, что он направлен на снижение потребления не только табака, но и электронных сигарет. Соответственно, все положения концепции применимы и к вейпам, и к системам нагревания табака, считает заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай. Минус. Эксперт. Мы попали в ловушку мифы о том, что электронные сигареты не вредны. Производители вейпов представляют свою продукцию как средство меньшего зла. Да, электронные сигареты отнюдь не способствуют укреплению здоровья, но их использование помогает курильщикам со стажем освободиться от никотиновой зависимости. Но дело в том, что молодежь, которую всегда привлекают новые стильные гаджеты, увлеклась вейпами не на шутку. Молодых людей не останавливает и высокая цена таких устройств. Их потребление стремительно растет в США, и там же, к слову, медики впервые столкнулись с тяжелыми осложнениями у вейперов. Несколько сотен любителей электронного курения попали в больнице. Власти США подтвердили гибель минимум 47 человек. Установлено, что один из ингредиентов курительной смеси, используемой в электронных сигаретах, полностью не испаряется и попадает в легкие в виде жидкости, пояснил РГ Виктор Зыков, исполнительный директор Совета по общественному здоровью и проблемам демографии, член Координационного совета по борьбе против табака при Мездраве России. Это приводит к серьезному повреждению дыхательной системы. В один момент люди просто начинают задыхаться. Этот ингредиент витамин ИИ в масляной форме может содержаться не только в смеси их с марихуаной, но и в никотинсодержащих жидкостях. Он зарегистрирован как пищевая добавка, и его можно принимать внутрь вместе с едой, однако вдыхать категорически нельзя. Кроме того, по мнению эксперта, производители систем нагревания табака и вейпов занимаются активным, даже агрессивным маркетингом, благодаря которому объемы продаж этих изделий растут. Если закон вступит в силу, то кальяны нельзя будет курить в ресторанах. В среду депутаты Законодательного собрания Кемеровской области в окончательном чтении приняли закон, ограничивающий розничную торговлю электронными системами доставки никотина и жидкостями для них. Документ запрещает продавать вейпы несовершеннолетним и торговать ими в детских, образовательных, медицинских, физкультурно-оздоровительных, спортивных учреждениях и местах проведения культурно-массовых мероприятий с участием детей. Минус. Президент США передумал запрещать продажу вейпов в Америке. Пока парламентарии готовились ко второму чтению законопроекта, они получили предложение запретить парить в общественном транспорте, лифтах и подъездах. За принятие закона давно уже высказываются врачи. По мнению главного нарколога Кузбасса из Сибирского федерального округа Андрея Лопатина, ограничения необходимы в отношении не только электронных сигарет, но и снюсов, никотиновых смесей, как и любых нетрадиционных средств при общении к курению. Эти средства, между тем, постоянно обновляются и модернизируются. Реакция законодателей, к сожалению, сегодня отстает от темпов развития этой индустрии, существует уже некая системная обрежь, отмечает Лопатин. Новый кузбасский закон вступит в силу через 10 дней. Штрафы для нарушивших его граждан составят до полутора тысяч, для должностных лиц до пяти тысяч, а для юридических до пятнадцати тысяч рублей. Запрет на продажу несовершеннолетним электронных сигарет вейпов дичтвует и в Вологодской области. Определен список общественных мест, где их нельзя использовать. Это организации спорта, культуры и досуга, транспорт, подъезды домов и лифты, детские площадки и пляжи. Одновременно депутаты установили и административную ответственность за нарушение. Штраф составляет от пятисот до полутора тысяч рублей. По мнению уполномоченного по правам ребенка в Вологодской области Ольги Смирновой, введенные ограничения оправданы, поскольку курение электронных сигарет представляет серьезную опасность. Минус. Врачи рассказали о лучшей еде после отказа от сигарет. Штрафы по новым статьям для юридических лиц достигают 40 тысяч рублей. Составлять протоколы об указанных административных правонарушениях получили право должностные лица органов местного самоуправления. В Оренбургской области новый закон об ограничении курения распространили и на кальяны. Отныне затянуться ароматным дымом на территориях общего пользования на улицах, площадях, бульварах, в парках, скверах будет нельзя. Теперь этот вид курения доступен исключительно в кафе и ресторанах. Но перед тем как принести клиенту кальян, продавец обязан будет заглянуть в его паспорт, чтобы убедиться в том, что посетителю уже исполнилось 18. Нарушители ждут такие же штрафы, как и при незаконной торговле сигаретами. Подготовили Юлия Потапова, Светлана Цыганкова, Александр Гавриленко, Валентина Зотикова. Власть, работа, власть и внутренняя политика, законодательная власть, Госдума, борьба с курением законопроекты и комментарии.